Великому посту По церковному их называют седьминцы. Неделя о мытаре и фарисее, неделя о блудном сыне и неделя о страшном суде. Что надо знать о них? Начиная с недели о мытаре и фарисее, начинается вот это вхождение в подготовительный период к Великому посту. Конечно, можно очень долго рассуждать, и тема эта поистину неисчерпаемая, но вкратце скажу о том, какая тема этой недели, этой седьминцы. Неделя о мытаре и фарисее. В Евангелии Господь благовествует о таком событии. Вот в храм вошли помолиться два человека. Один из них был уважаемый фарисей. По всем внешним заслугам он был праведен, потому что он исполнял закон безупречно и милостыню давал, и регулярно в храме молился, и постился. Всем это было видно. И был также человек, который по всему был грешник, мытарем. Обирал народ свой, и все знали, что он грешник. И вот они молились, и тот, и другой. И Господь сказал, что когда они вышли из храма, Господь более похвалит и примет молитву того вот недостойного человека, который бил себя в грудь и говорил, Боже, милостив мне грешнику, в отличие от того человека, фарисея гордого, который говорил, Господи, какой же я праведный. Я не такой, как прочие блудники и убийцы. И вон, как тот мытарь, который стоит и даже в храм стесняется войти, потому что ощущает себя грешником. Вот эта притча, она свидетельствует о гордыне и о смирении, о самомнении и о покаянии. Вот именно с этого и начинается исправление жизни человеческой. Едва ли на земле найдется такой человек, который может сказать, что я достиг совершенства в нравственном отношении. Нет, любой человек может сказать, что он мог бы сделать что-то большее на этом пути. Вот поэтому сделать нечто большее и необходимо, и начать это надо с того, чтобы посмотреть, что ты не сделал. А что ты сделал, может быть, не так. Может быть, эти дела, которые ты делаешь, они только лишь питают твое самомнение, и твоя гордыня жиреет, как червяк, который живет в тебе и жиреет на твоих же собственных добродетелях. Это изречения святых отцов, которые образно показывали, как может человек удалиться от Бога, думая о том, что он с Богом. То есть ложь и правда, святость и грех. Вот эти темы, они предлагаются для рассуждения христианина, и человек, который желает войти в делание Великого Поста, он должен начать именно с этого. Как он ведет себя. Вторая приготовительная неделя называется «Неделя о блудном сыне». Вкратце скажу, чтобы полностью не пересказывать эту притчу. У одного человека было два сына. Один сын был добрый, благочестивый, всегда трудился хорошо старший. А младший, видимо, не был так усерден и мечтал только того, как достигнув совершеннолетия, получить наследство и скорее уйти из отцовского дома, чтобы жить в свое удовольствие. Не так, как отец велит, а как он хочет. И вот когда он возрос и стал совершеннолетним, он испросил у отца свою часть наследства, получив ее, ушел на страну далече и там промотал с блудницами это все. И стал очень сильно нуждаться, и в этой великой нужде он вспомнил, что рабы его отца живут лучше, чем его сын. Он раскаялся и пошел к своему отцу. Отец его не забыл, он ждал его. И принял его с любовью. И сын, имея глубокое раскаяние, он пал на колени перед отцом и говорит, отец, я не достоин даже называться твоим сыном. Возьми меня хотя бы в число рабов. И отец принял его и простил, и велел сделать праздник. И дал ему одежду чистую, кормил его и радовался, и говорил, что теперь наш сын жив. Он был мертв и стал жив. То есть, оказывается, жизнь в грехах может восприниматься как смерть. Это парадокс. Как же? Ведь в мире нашем грешном обычно люди высоко ценят что? Жизнь с избытком. Говорят о качестве жизни и под этим предполагают изобилие плодов земных. Изобилие всего, что может удовлетворять различным, даже извращенным инстинктам человеческой природы. И говорят, что это хорошо. А Господь говорит, что то, что высоко у людей, то есть мерзость перед Господом. И вот этот пример блудного сына ярко об этом свидетельствует. Он имел все – деньги, наслаждения, друзей, власть. Мир лежал у его ног. А потом все это кончилось. И он понял, что он человек грешный. Но он понял то, что он обидел своего отца. Ибо таким ли хотел видеть его отец? Вот образ отца – это образ Бога. А образ блудного сына – это образ всего человечества. Это образ каждого из нас, который своими грехами прогневляет Господа, гоняясь за тенями и соблазном этого мира. Вот поэтому человек, который желает встать на поприще Великого Поста, он должен поставить себя, сравнить себя вот именно с образом этого блудного сына. Ведь нет такого человека на земле, который честно посмотрит на свою жизнь и скажет, что он не согрешил. Разве не было такого, чтобы родители хотя бы раз были расстроены от поведения своего чада? Может быть, и не раз родители плакали, молились о том, что дети их шалили, дети согрешали. Поэтому любовь к родителям, любовь к отцу и к матери, она выражается через исполнение их воли, возвращение к ним. А ведь родители более мудрые, и поэтому они желают только добра своим детям. Поэтому, уходя из отчего дома, человек уходит не просто на страну далече, он уходит во власть тьмы и дьявола, и там погибает. Вот поэтому возвращение к Богу, оно необходимо. Ну и вот третья приготовительная неделя Великого Поста, это неделя о страшном суде. За все бывает воздаяние. И страшный суд называется потому, что он страшный. Там темой этого дня является Евангелие, в котором говорится о том, что когда Господь придет во славе своей в конце времен и будет судить этот мир, Он всех людей разделит на две части. Как пасты разделяет свое стадо, козлов разделяет от овец. И тем, кого Он поставит справа, Он скажет им, придите, мои благословенные, и унаследуйте Царство Небесное, которое Я вам уготовил от сотворения мира. А тех, которых Он поставит слева, Он скажет, отойдите от Меня, проклятые, в огонь вечный, который Я уготовил дьяволу и ангелам его. Видите, по замыслу Бога в аду нет места человеку. Это место для злого дьявола и горя тем людям, которые туда попадают. Поэтому убояться вот этого ада, убояться вот этих соблазнов, липких соблазнов этого мира, отречься от них и начать великое дело спасения своей души. Есть ради чего работать, есть кому работать. Поэтому человек должен понимать, что он сотворен Богом для святой, вечной, блаженной жизни, а в Небесное Царствие войдут только святые. Страшный суд, он будет иметь определенные критерии. И Господь говорит, как он будет судить. Он с праведником скажет, я вас благословляю. И благословляю вас за то, что когда я приходил к вам голодно, вы меня кормили. За то, что я когда был раздетом, вы меня одевали. За то, что я когда был странником, вы меня принимали. И так далее, и так далее. То есть за доброделание, за добрые дела. И эти праведники весьма удивились решению Господа. Они говорят, Господи, а когда мы тебя видели? А Христос говорит, приходили люди. И этим людям вы делали добро. И поэтому это добро я принимаю как себе. Вот точно эти же слова Христос обращает и к проклятым. Отойдите, проклятые. Потому что когда я был голодным, вы меня не накормили. Когда я был странником, вы меня не приняли. Когда я был в темнице, вы меня не помогли, не посетили. Они говорят, Господи, а мы тебя не видели. А Христос говорит, вы это не сделали никому из тех, кто нуждался. Поэтому, значит, не сделали мне. Вот видите, критерий деятельной любви и помощи людям, он является решающим на страшном суде. И Христос говорит, что узнаю вас, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. То есть, оказывается, Великий пост – это училище любви, настоящей деятельной любви, которая рождается от чистого и святого сердца, от сердца смиренного, который желает себя отдать на служение ближним. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы хотели бы ответить на ваши вопросы, которые поступают в редакцию. Вопросы духовные, важные и злободневные. И непростые, кстати сказать. Вот, к примеру, к нам поступил такой вопрос. 15 февраля христиане отмечают Великий праздник Среди Господня. В этот день Церковь вспоминает события, связанные с описанием Евангелия от Луки. Встречу со старцем Симеона с младенцем Иисусом Христом в Иерусалимском храме. Почему важна была эта встреча? Ну, как известно, естественно, в Новом Завете часто нас отсылают евангелисты к Ветхому Завету. Потому что в Ветхом Завете содержится пророчество о пришествии в мир Мессии, Спасителя, который избавил бы род человеческий от греха. И череда рождественских праздников, среди которых это Рождество Христово, обрезание, крещение Господне, есть и продолжающий эту череду праздник Среди Негосподня. Когда мы вспоминаем, как сорокадневного младенца Иисуса Христа, мнимый отец, названный отец Иосиф и причистая Матерь Дева, привели в храм Иерусалимский из Вифлеема для того, чтобы, во-первых, принести жертву и посвятить Господу по обычаю своего младенца, и внести жертву в Иерусалимский храм. В связи с этим событием мы вспоминаем, что в Иерусалимском храме маленького Господа, носимого на руках причистой Девы, встречает так называемый Симеон Богоприимец, историческая личность, о которой мы читаем, что он был старый годами и ожидал пришествия Мессии. По преданию человек этот занимался переводом Священного Писания. Когда он дошел до слов у пророка Исаия о том, что Дева родит сына, и это будет избавление для всего человеческого рода от грехов, он усомнился. И Господь говорил ему о том, что доколе не придет Спаситель на землю, ты не умрешь. И в обетование вот этого обещания по преданию церковному Симеон ожидал, когда же в храм придет или принесет того, кто станет Спасителем Израиля и Спасителем всего человечества. И вот в этом событии мы видим встречу Ветхого и Нового Завета, встречу Господа Иисуса Христа, рожденного во плоти, и человечества, которое ожидало это пришествие. Мы помним о том, что кроме Иосифа Обручника, Девы Марии и Семена Богоприимцев в храме еще присутствовало пророчество пророчица Анны, которая много пророчествовала о том, кто же будет Христос, кем же будет младенец, принесенный в храм, что он будет многих избавлять от болезни, но будет и камнем преткновения. Для тех будет камнем преткновения, кто не уверует в Него, и спасение для многих, кто примет Его и верует Его словам и Его чудесам. Именно этот праздник, Средственник Господний, он открывает для нас череду других праздников и земных событий в жизни Иисуса Христа, предчистой Девы Марии, когда мы вспоминаем о том, что соединилась замысел Божий и с воплощением этого замысла с тем, что пришел на землю наш Спаситель Христос для того, чтобы избавить человеческий род от греха, своими страданиями, своей крестной смертью и всех призвать в рай через Пасху Христову, через Его славное воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok